Добро пожаловать в мою мастерскую. Именно отсюда, из этой комнаты, я веду прямые эфиры с компаниями, со своими личными клиентами. Именно здесь я пишу свои книжки, именно здесь я сижу, моделирую, придумываю свои планы. Именно отсюда мне хочется с вами поделиться и ответить на вопрос, который мне постоянно присылают в личные сообщения, как же я стала тренером Тони Робинс. У всех на самом деле пути разные. Со мной сейчас работают тренера, которые были с Тони 20-25 лет. На самом деле я с ним не была долгий промежуток времени, но у меня было такое очень быстрое погружение, когда вот так вот мы бросили и сказали, плыви. Я сначала поехала в Лондон к Роберту Киосаки учиться зарабатывать деньги. И там я познакомилась с потрясающей девушкой, Катюшей Петерсил, это жена Гилы Петерсила из Медпартнерс. И они у меня тогда спросили, а ты знаешь Тони Робинс? Я говорю, нет, кто такой Тони Робинс? Я говорю, ну поедь к нему на хор. Ну я приезжаю к Тони Робинс, это было такое, ну не знаю, наверное, это было как, ну буквально там 2-3 часа он говорил просто о своих программах. И я помню, когда он говорил, ну как бы попросил всех там обниматься, там не знаю, там хай-фай, я стояла прямо перед сценой, и ко мне никто не подошел. Ну вот как-то получилось, что вот я стою, ко мне никто не подходит, и на самом деле я достаточно стеснительная, и я никому не подходила. Ну я просто смотрела как завороженная на сцену, и он подошел со сцены, протянул, ну как бы протянул ко мне руки и как бы приобнял меня. И, наверное, с этого момента начался мой путь, мое путешествие, потому что я никогда не встречала человека со сцены, который настолько искренен, настолько по-доброму. Я для него вообще была не кто, просто какая-то девушка, которая не подходила на сцене. И потом он произнес такую фразу, что если вы не заработаете миллион долларов, то я вам верну деньги. То есть это стоимость, этот курс бизнес-мастерства на самом деле настолько много дает по материалу, что это приравнивается эквиваленту миллион долларов. И я так, как сейчас помню, еду в Мельбург, учусь бизнес-мастерству, и когда там был такой вопрос, то есть у меня на тот момент было два бизнеса, я занималась стройкой и организовывала мероприятия, я подошла к одному из лидеров команды и говорю, «Вы знаете, ну, как бы, помогите мне, пожалуйста, мне нужно, ну, как бы, сделать такое предложение моим клиентам, от которого нельзя отказаться». И на тот момент у меня лидер спросил, «А ну, как у вас вообще дела обстоят в личной жизни?» Причем здесь личная жизнь. Главное — заработать миллион долларов и идти дальше. И там уже как бы все... У меня вообще было очень большое раздражение на этот вопрос. Мне очень некомфортно было об этом говорить, потому что на самом деле отношения напоминали, когда ты в браке 13 лет, но в энергетическом разводе... И на тот момент я была именно в энергетическом разводе, когда мы жили под дальной крышей, но на самом деле больше как соседи. Было непонимание, были скандалы. С моей стороны были обвинения в его пользу, постоянное сравнение не в его пользу. И, к сожалению, я не знала, как по-другому. То есть я находилась в таких очень мужских, жестких энергиях, что все, что меня интересовало, это зарабатывать деньги. И тогда лидер этой команды задал мне вопрос. «Анастасия, а хотели бы вы, чтобы ваша дочка строилась так, как строите ее вы?» Я говорю, «А при чем здесь дочка?» «Дочка думает, что у меня все хорошо?» Он говорит, «Ну, да, мы с ним, я в моем прием, не ссоримся». Он говорит, «Ну, а вы знаете, когда вам люди в рот?» Я говорю, «Да, конечно, я чувствую, когда мне люди в рот». Он говорит, «А почему вы думаете, что ваша дочка этого не чувствует?» И, наверное, вот с этого вопроса у меня началось осознание того, что моя дочка будет делать не то, что я ей говорю. Она будет делать то, что она видит. А это было мое поведение. И у меня тогда, на самом деле, очень много было значимости, очень много было уверенности. У меня были такие нарощенные полосы, у меня были нарощенные ресницы, у меня были нарощенные ногти. У меня была полость в тягивающих платьях, на шпильках. То есть, ну, как бы все такие атрибуты. И причем интересно, что на тот момент мне казалось это красивым. Как женщина, мне казалось, что именно это является красотой. И я тогда налазь, то есть, занимаясь бодибилдингом. То есть, у меня были фотографии на Инстаграме, там, в бикини. Я этим очень гордилась, там, своими трофеями, какая была у меня фигура. И, на самом деле, это все происходило в тот момент, когда у меня была булимия. Я выглядела внешне очень здоровой, но у меня здоровой, на самом деле, я не была, потому что меня даже отказались, в принципе, госпитализировать. И я тогда помню, что я пошла на программу UPV и взяла своего бывшего мужа тогда с собой. И я приложила искренне последние два года, чтобы спасти наши отношения, спасти, улучшить. Мы читали книжки «Пять языков любви». Я старалась жить его нуждами. Я поняла, что он там пьет алкоголь не потому, что там он алкоголик, а я фитоняшка, а потому что я не давала ему значимости как женщина. Я никогда не ценила его как мужчина. У меня всегда были мои ожидания, мои, не знаю, там, мои требования такие завышенные. Я постоянно сравнила его со своим папой. Он никогда не был для меня достаточно хорош. Я никогда не благодарила его. И у меня не было на тот момент в арсенале таких слов, например, «Когда ты открываешь дверь передо мной, чувствуешь себя королевой». Я говорила, что ты опять не открыл дверь передо мной, потому что ты обычный крестьянин. И я задавила его. Задавила, и, наверное, мне можно вообще дать докторскую степень не за мои какие-то способности, а просто за то, что я смогла фактически из мужественного, хорошего, достойного мужчину сделать очень женственного мужчину, который просто не знал, как мне угодить. И на самом деле я просто не давала ему значимости. И я помню, что я записалась на платиновую программу. Стонни Робинс, это стоило на тот момент 80 тысяч долларов. И я стала ездить на все поездки, в том числе и по отношениям. Муж на тот момент сказал, что он поедет со мной. За неделю он отказался. Он сказал, что если ты больная, то ты ей лечись. У меня все хорошо. И я тогда еще помню, я подошла к брату Сейдж, это жена Тони Робинс. Я говорю, а смысл мне ехать на платиновую поездку и учиться отношениям, если муж со мной не едет? И тогда мне сказали, ну, говорит, вы, может быть, и не поедете с мужем, но то, что вы там узнаете, даже если вы сохраните отношения или не сохраните, это позволит вам вырасти как женщина. И я год погружаюсь. То есть я делаю там 13 этих тренингов. Я летаю там и в Гавайи на тренинг по отношениям, и на духовную поездку в Индию. И несмотря на то, что... Да я бы даже сказала, что мы с мужем сейчас в официальном разводе, но в достижении всех, не знаю, всех тренингов и всему того, что я прошла, я смогла расстаться с ним в любви, в дружеских отношениях, не в ненависть. Когда мы жили вместе, мы друг друга ненавидели. Я не могла видеть то, что... Красоту его души. Это сейчас я верю в то, что каждая душа пришла в этот мир, чтобы любить и быть любимым. И негативное поведение — это лишь только лишь отголосок той души, которой больно. И когда я сейчас общаюсь с людьми, особенно со своими клиентами, я всегда стараюсь найти что-то, за что я могу их уважать, за что я могу их полюбить. Потому что вы не можете положительно влиять на людей, если вы их осуждаете. И поэтому даже если поведение очень... Ну, например, там очень сильно негативное. Я всегда могу этого человека любить, просто потому что я понимаю, что у него настолько сильно болит душа, потому что у него настолько сильно негативное поведение. И в Индии я встречаю человека, который встал и рассказал свою историю, потрясающую, которую он говорил потом на Токтоке, и у него была овация. Я не думала тогда, что вау, как мужчина там, вот он стал моим мужем, нет, ни в коем случае. На тот момент у меня была просто как вот рамочка с фотографией, вот такие два... Сейчас, кстати, покажу быстренько, не могу не показать, потому что это на самом деле словами не объяснит. Видите, я как всегда к эфиру не особо подготовлюсь. В общем, я смотрела на вот эту фотографию. Наверное, на этот рисунок Алекса Грея. И будучи замужем, у меня было вот такое видение, что вот именно так я хочу себя чувствовать в отношениях. И я, когда я со своим первым мужем была на свидание судьбой, и я писала такими, какими я хочу видеть отношения, у меня муж такой подсматривает и говорит, «Ты что, про меня, что ли, пишешь?» Я говорю, «Ну, я не знаю». Если ты сможешь стать таким мужчиной, тогда я про тебя пишу. И в Индии я встречаю человека, и когда у него, значит, там, овация, все ему хлопать, я думаю, вау, этот человек прошел через столько горей и страданий, и он смог остаться достойным человеком. У него все равно осталось потрясающее, доброе, открытое сердце. Этот человек сейчас является моим мужем. Мы с ним начали дружить, и у нас отношения на расстоянии. Смешно, что у нас раньше были отношения на расстоянии, сейчас у нас брак на расстоянии. И второй год после платиновой поездки я прошла как гостья платиновой Яши, и я сделала всю программу лидерства. То есть платиновая программа позволила мне посетить все тренинги Тони Роббинс плюс три платиновые поездки. Это поездка отношений, это поездка финансовая, и это поездка духовная. Второй год как платиновая партнерша я была еще раз опять на отношениях, как партнерша уже Яша, мы стали с ним встречаться. Я была на всех тренингах как лидер. То есть я пришла, вы проходите, например, тренинг Тони Роббинс, потом у вас есть выбор, вы можете прийти туда волонтером работать, или вы можете попасть в команду лидеров. То есть я прошла вот второй год, у меня был лидерский. И потом меня приглашают к лидерам команды, и я уже работаю как лидером в оранжевых футболках. Я начинаю вести команды. Причем, когда я думала продлить еще один себе год, мне говорят, Анастасия, вы понимаете, что вы духовно умираете, если вы не делите своими знаниями. И я тогда иду как лидер команды. И, наверное, мне, не знаю, можно сказать, повезло, можно сказать, что я сделала свою судьбу своими руками. Когда приходила мне, ну, как бы, она мне говорит, Анастасия, там, я живу вообще-то в Сиднее. И мне говорят, Анастасия, вы не могли бы приехать в Амстердам? Я говорю, в Амстердам? Я говорю, не, нет, что вы. А я говорю, а когда? Они говорят, завтра. Я говорю, не, 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 я в Сиднее живу. Они говорят, ну, там, понимаете, там русская команда. Я настолько вот люблю работать с русскими людьми, с русской командой. И я еду туда. Буквально сегодня вылетаю, как у меня сегодня сказали, то есть, на самом деле, компания RRA, это компания, которая приглашает работать как лидерами, так и тренерами, да, они никогда нам не дают, там, за две недели, там, за месяц. Этого мы не ждем. То есть, ну, как зачастую у меня было в последние минуты. И я, значит, лечу в Амстердам, провожу тренинг, как лидер русской команды. То, что меня всегда вдохновляет. И вот мне прям там говорят, что, ну, теперь, Анастасия, ты поедешь на тренинг, как лидер, там, это академия лидерства. Это пять дней тренинга, где вас учат становиться лидерами. Но трек лидерства, это все программы. Например, свидание с судьбой программы, это одно, ну, как участник, потом нужно пройти ее как лидер. То есть, вы приезжаете на два-три дня раньше, вас обучают техникам, которые используют Тони Робинс, чтобы вы уже, когда вы были на самом тренинге, вы сидели не как в трансе, как мы все поначалу, вау, какие трансформации, а вы уже четко знаете, что там, это сейчас он использовал технику якорь, да, там, сейчас он использовал там, ну, там, я по-английски просто, мне это название там, CPH, там, NOD, это все тренинги, ну, там, все трюки, которые, не знаю, волшебные палочки, да, которые империруют Тони Робинс. то есть у вас уже есть база знаний. И вот в Амстердаме они мне говорят, ну, вы теперь поедете в Сан-Диего на 5 дней, как лидер, там тоже будет русская команда, я говорю, нет, ребят, точно не поеду, говорю, более того, даже если вы мне скажете, что там русская команда, я не поеду, я только что, вот, ну, мне с Сидней такие расстояния, говорят, ну, вы же хотите быть тренером? Вот просто как бы, ну, как руку выворачивать, я говорю, ну как, я не то, чтобы хочу, ну да, это в моих планах. На самом деле, чтобы стать тренером, вы должны пройти все тренинги, как лидер команды, то есть помогая тренеру в оранжевых футболках, а это богатство и мастерство тренинг, это, это, вернее, это богатство и жизнь, Life and Wealth Mastery, да, богатство и жизнь, это бизнес-мастерство, как лидер, это UPW, вам нужно быть волонтером и как лидером, и это же, конечно же, свидание с судьбой, и это еще Академия Лидера, это еще один тренинг пятидневный, который вам тоже нужно пройти как лидер, и когда у вас уже есть эти все тренинги, когда вы работали как лидер, то есть вы не только уже получаете знания и умения работы с людьми, потому что вы приезжаете до начала семинара, и мы вас готовим, да, как команда, то после этого, тогда уже вас приведет, приглашают работать тренером, то есть вы не можете подать заявку как лидер, да, что я хочу быть там в вашей команде, то есть когда видят, что у вас уже есть и навыки, и умения работы с людьми, когда они видят, что у вас уже есть и, ну, как бы, у вас есть основное знание логистики, да, то есть как проводятся тренинги, то есть какие формы нужно сдавать, а на самом деле там и бумаги, мы отмечаем всех присутствующих, мы смотрим манкеты, заполняем, то есть на самом деле там очень много составляющих, то есть когда у вас уже этот опыт есть, и когда для вас это не является значимостью, что вот я там, типа, тренер, да, голубой, там, в синем пиджаке хожу, да, а не в оранжевой футболке, когда для меня, как я подавала воду, будучи лидером в оранжевой футболке, точно так же и будучи тренером, я все равно подаю воду своим участникам, у меня вообще как бы я хочу, чтобы моя команда всегда была самая напоенная команда в мире. И когда я стала тренером, то есть я, наверное, делаю где-то 13 тренингов в год, и когда вы приезжаете, и плюс еще у нас есть академия тренеров, куда приезжают только тренеры, и там мы не только нас готовят, как бы обучают, вот что вот просто вот учитесь, да, они смотрят наши умения, нас в деле, они нам дают отзывы, нам постоянно подбрасывают какие-то челленджи, которые, ну там, не знаю, там, то они нам приготовили ледяную бочку нужно было, там, то мы на каяках были, и главное, что там всегда такие нам дают как бы упражнения, да, которые тебя выводят из зоны комфорта, и потом еще ваша команда вам также дает отзыв, то есть слабое вы были звено, или сильное звено, безумно интересно, и у меня вот, наверное, погружение произошло вот таким образом, поэтому у меня достаточно быстро я овладела мастерством, особенно за счет того, что я переводила мастер-тренеров, то есть когда вы переводите, когда я лично переводила интервенции, то я сначала увидела, как тренера работают, а потом уже как бы стала называть, ну как бы вот то умение, которое они сделали, например, о, это оказывается якорь, и когда у меня спрашивают Анастасия там, как дорасти до такого уровня, да, или там, как вот, куда пойти учиться, чтобы стать какой-то, как вы, у меня нет такого даже понятия, там, такой уровень, или там, как я, то есть на самом деле я это, как бы, супродукт всех тех тренингов, которые я прошла и у Леонида Тальписа, и у Тони Робинс, и у Стелл Перел, и у Роберта Киосаки, то есть я всегда беру инструменты, применяю их сама, то, что работает у меня лично, я их оставляю и делюсь с этими другими, ну, делюсь этим с другими, и моё мастерство не в том, что я просто вам даю свои знания, моя задача, как я это вижу, передать вам свои знания практически, чтобы вы не только их сами применяли, но и передавали их другим, чтобы вы могли помогать другим людям, и использовать то, чему я обучаю, поэтому у меня настолько, я очень люблю свой код эффективности, я сейчас создала совершенно новый курс, у меня была программа «Энергия любви», я веду, обучаю компанию о профиле диска, эффективным отношениям, как выстраивать отношения, то есть, конечно же, моя страсть – это вот отношения между мужчиной и женщиной, на этом, как у нас говорят, я собаку съела, когда говорят, ой, как Кортес может обучать отношениям, если она всего там счастлива 4 года, да, я счастлива 4 года в отношениях, но до этого 13 лет, это был тоже опыт, необходимый для того, чтобы построить вот эти новые отношения, которые у меня сейчас 4 года, и что бы мне хотелось, не знаю, вам посоветовать, когда вы учитесь пассивно, вот учиться пассивно на курсах, это точно так же, как заниматься пассивно сексом, то есть, я прошла, например, курс Клои, ну и Клои Манданас, это вот лайф-коучинг, да, у меня он есть за плечами, да, я его прошла онлайн, да, я ответила правильно на все вопросы, но когда вы проходите такой курс, вы получаете сертификат, вы подумаете о том, как вы применяете эти знания на практике, то есть, все мое искусство, это в практике, поэтому, почему я рекомендую, например, курс проходить в группе, потому что я, например, на своих курсах, я вам даю бадди, я разбиваю вас на группу, вы постоянно, ну, как бы обсуждаете, что-то новое, вы что-то делаете, вы не можете перейти на второй урок, пока ваш бадди не сделает первый, это идет постоянно поддержка, моя задача, я настолько вот, ну, страстно к этому отношусь, вы мне даете там, не знаю, сто процентов, я вам отдаю двести процентов, потому что для меня очень важен ваш результат, и я никогда не принимаю вас лично там, близко к сердцу, ни реакции, ни что получается, ни что получается, моя задача предоставить вам достаточно такое безопасное, скажем так, ну, место, где вы можете быть, а, собой, ни о чем не думать, раскрываться, ставить мне задачу, и моя задача это дать вам трансформацию, дать вам решение, дать вам действие, дать вам те инструменты, с которыми вы можете идти дальше, поэтому у меня, например, симбиоз этих практик, симбиоз те, которые легли лично мне на сердце, у меня папа говорит, что, а мне не нужны никакие курсы, я не хочу, я типа счастлив, и я не хочу менять свое счастье, и это его модель мира, которую я уважаю и принимаю, то есть у меня папа к этому пришел без тренингов, но эти практики, ну, как бы, то, к чему он пришел сам, да, он это выработал сам годами, поэтому можно и так, но можно и по-другому, то есть я просто предлагаю, наверное, больше такой, как вот, ну, путь ракеты, скажем так, да, что-то случилось, и у меня сразу же там, ну, в арсенале, сразу же такого, как вверх таких волшебных палочек, которые, так, давайте можно сделать и это, и это, и это, и это, и потом я смотрю, что больше работает, и тем более, если раньше там интервенции я проводила по часу-полтора и гордилась, да, своим результатом, сейчас я работаю гораздо быстрее, поэтому научиться этому может только лишь практически, у вас два пути, вам не обязательно идти на мой курс и работать вместе со мной, приходите на, я причем не рекламирую ни в коем случае Тони Роббинс, то есть для меня это, я не получаю никаких процентов, ничего, я просто личная поклонница, Тони Роббинс лично мне очень сильно помог, он перевернул мою жизнь, потому что моя жизнь там 5 лет назад и сейчас это небо и земля, но за что я люблю тренинги, что вы не просто приходите, вы активно и двигаетесь через тело, это все попускайте, вы этому учитесь, в такой вот, ну как бы атмосфере, да, когда меняется ваше состояние, но плюс еще у вас есть команда, которая вас поддерживает, мы вам постоянно даем отзыв, когда вы приходите уже не только как участник, да, когда вы потом возвращаетесь к нам, приходите или как волонтер, или как лидер, то есть с вами постоянно работают мастера Тони за сценой, которые не только работают с участниками, которые постоянно еще дают, ну как бы отдают свое время, отдают свое знание, отдают свое мастерство именно волонтерам, поэтому мне нравится вот, что вот именно за сценой вот эта вот команда волонтеров, команда лидеров, команда тренеров, это всегда, да не знаю, мы работаем, например, с 7 утра на тренингах, там до 2-3 часов ночи, потом опять стоим там в 7 утра, Мы в таком режиме, мы работаем по 5 дней, мы не то, что зачастую, мы никогда не высыпаемся, мы едва успеваем поесть, но тот драйв, который мы испытываем от горящих глаз участников, которые, я вижу, приходят до и после, их ни с чем нельзя сравнить. Поэтому я не знаю, этот ли ваш путь, ваш ли это путь, как вы к этому идете, к состоянию наполненности, какие у вас правила к счастью, что вы делаете каждый день. Моя любимая фраза от Дони Эпсина, у которого тоже была ученицей, что если вы хотите жить экстраординарной жизнью, у вас должны быть экстраординарные привычки. Что вы делаете каждый день, что является экстраординарным? Подумайте, какие привычки вас тормозят и какие привычки двигают вас вперед, во сколько вы встаете, а во сколько вы должны вставать. Мне очень понравилась фраза из книжки «Клуб 5 утра», когда говорят, что если вы не просыпаетесь утром, вы ничего не достигнете. Самое главное — это просыпаться до того, когда просыпается весь мир. И именно в этот момент тишины творится волшебство. Тогда вы можете ставить там цели, задачи, планирование, быть впереди всех и все успевать. Я надеюсь, что вот это вот был мой путь, так я стала тренером Тони Робинс, меня пригласили. То есть я лидером была на самом деле год. Это был, наверное, один из самых быстрых, как мне говорят, промоушенс. Многие говорят, что потому что я говорю на двух языках, поэтому это как бы ускорило. Тем не менее тренера мне сказали, что это не только потому, что я говорю на двух языках, это еще и потому, что это умение, это любовь отдавать у меня. Когда я была лидером, мне постоянно, не знаю, выделяли как-то там, не знаю, награды давали за то, что я делаю все, чего бы то мне ни стоило. Или мне дали награду «Яркая звездочка». Хотя для меня это всегда как-то были не награды, я не думала, что меня замечают. Я всегда просто вот работала искренне, отдавая. Я безумно люблю своих участников. И те, кто были у меня на тренингах, те, кто были у меня в командах, они, наверное, чувствуют мою любовь. И я вот сейчас эмоционально, потому что искренне люблю людей, искренне люблю отдавать. И всегда отвечаю всем и в моем Инстаграме, и в моем Ютьюбе отвечаю на все комментарии. Конечно же, как у меня, как путь ошибок, что-то получается, что-то нет, что-то я корректирую, как затем видео о Понапона, за которое получила столько критики. Тем не менее, практику люблю и всегда ей пользуюсь. Все вот думаю переписать с правильным хронологическим событием. Ну вот я думаю, что смогла поделиться с вами своей маленькой историей, своим маленьким путем. И надеюсь, что ваш путь для вас будет самой верной, самой успешной и самой удачной. С любовью к вам, ваша Анастасия.